Сразу нам вообще не разрешили остаться. Было очень тяжело, но это понятно, что когда я проходила контроль, я у каждого сотрудника, покорничника, у каждого спрашивала, пожалуйста, можно остаться, что-то придумать. Мне говорили нет, находитесь в тренинге зоны, один мужчина сказал. Второй сказал, что нет, мы не можем, это не соответствует практике. И я поспортировалась вот этим мужчиной, который также белорус, и планировал остаться в Минске. Мы ходили-ходили, вдруг мы наткнулись на главного начальника аэропорта, Максим, к сожалению, не помню отчество. И мы ему рассказали, что ситуация понимает, что мы не сможем вернуться домой. Обратный рейс в Белаве в 8.40, и мы даже не успеем сейчас делать чек-ин, то есть пройти там, дети вперед пройдут, даже когда прилетит минус, и можно нам остаться. Он сначала был занят своими делами, потом позвонил кому-то, потом пришел еще один пограничник, тоже не знаю его имени, к сожалению. Тоже сказал, что сначала нельзя, но потом позвонил еще кому-то, и в итоге нас оставили. То есть благодаря этим людям мы остались, и мы остались втроем, обрадовались, и нас повели уже через зону вылета, по-моему. Осталась я, мужчина, который белорус, и грек. В аналогичной ситуации оказался и другой пассажир Сергей Кулаков. Давайте послушаем, что он говорит. «Лично я находился в середине самолета, и я никакого истребителя не заметил. Из салона самолета начали выводить по 4-5 человек. И где-то ближе к 7 часам вечера появилась информация о том, что начинается заново посадка на рейс, и пассажиров попросили проследовать в самолет. Мы, я в зале вот этого ожидания познакомился с одной девушкой, она тоже из Беларуси была. Я сам по национальности белорус, она из Беларуси, и еще был один парень, грек вроде бы по национальности, но, насколько я знаю, что я понял, ему хотелось остаться в Минске, потому что я летел до Вильнюса, а из Вильнюса мне в любом случае нужно было возвращаться назад в Минске, дальше в Витебск, к своей семье. Поэтому мне было просто нецелесообразно дальше следовать тем же самолетам до Вильнюса. Мы прошли в зону паспортного контроля. Ну, я оформил документы на самоизоляцию 10-дневную. Дальше нас проверили паспорт, сверили все остальное, и, в общем-то, нас выпустили из аэропорта». «Он ехал из Афин, и потом у него был перелет из Вильнюса в Минск, чтобы увидеть жену». 15 минут перед посадкой, мы сказали, что что-то случилось, security – это безопасность, какая-то проблема с безопасностью, и мы приземлились в Минске. И, в общем-то, мы приземлились в Минске.